Всем привет, дорогие друзья! Я очень рада, что заглянули ко мне на канал. В сегодняшнем видео будет мотивация на уборку. Буду прибираться в двух детских комнатах. Это комната моего среднего сына. С нее и начну. И потом продолжу еще в комнате старшего сына. Ну, главный бардак у меня у шестилетки, у моего среднего сына. Зовут его Макар, кто впервые у меня на канале и не знает. И не пугайтесь, пожалуйста. Да, у него в комнате чаще всего у нас в доме обрызывается бардак. И, если честно, пока я не знаю, как его приучить к соблюдению порядка, как-то к поддержанию его, этого порядка, к наведению чистоты. Ну, вот не получается пока, честное слово. Это, как я вижу, нужно постоянно с ним быть рядом, напоминать, чтобы он каждую игрушку после того, как взял, убрал ее на место и просто убирал все на свои места, одежду сразу же. Но чисто физически у меня нет на это возможностей, времени, да, если честно, и желания тоже постоянно ходить, напоминать ребенку. Убери то, убери это. Ну, раз пока его так устраивает до какого-то периода времени, в общем, получается, наверное, вот так вот. Так что сильно вроде не налегаю на него. Ну, так вот иногда бывают такие моменты, когда надоест уже этот бардак, смотреть невозможно, то приходишь и начинаешь все раскладывать по своим местам. Он потом придет мне на помощь, будет помогать. Уборка у меня здесь происходит вечером, и он в этот вечер был дома. Так что мы вместе с ним там продолжим в какой-то момент. Ну, еще у меня сегодняшняя эта уборка такая как бы еженедельная. Мне нужно мусор весь собрать, но мусора там будет достаточно дальше. И поменять постельное белье, что я уже сделала в его комнате. Ну, еще вот в корзинке у меня было не разложено белье. Это уже мои недосмотренные, так скажем, такие недоделанные моменты. Так что раскладываю после стирки и сушки его белье по органайзерам сейчас. Вообще у меня сейчас уже нет привычки как бы сразу же раскладывать белье после стирки и сушки по контейнерам. У старшего сына в комнате, в шкафу, он сам это все делает. Ну, у младшего, конечно, я все убираю. Он в нашей комнате живет, и, ну, это в силу возраста пока еще моя обязанность. Ну, и наши с мужем вещи я тоже в гардеробной раскладываю. А вот Макар, он у нас какой-то вот ни туда, ни сюда. Вроде еще и сам не делает, но вроде и мне уже не особо хочется это делать. Хочется как-то на него эти обязанности переложить. И поэтому так вот и получается. Что-то может лежать там несколько недель. Даже вот я потом на контейнерах с игрушками увижу, что там тоже стопка одежды чистая. После стирки я принесла и так и оставила. Думала, сын увидит, разложит, но ничего не произошло. Так она там и лежит. Неприметная, никто ее не замечает и не трогает. Ну, и знаю, часто вы мне пишите, почему вот вы убираете, почему дети не помогают. И вот сразу скажу, давайте, если есть какие-то рекомендации и действенные способы, то пишите, пожалуйста, например, ну какой-нибудь там план или какой-то алгоритм действий, или может быть какую-то методику или конкретного автора, книгу какую-то посоветуете. То есть не просто слова «приучите детей соблюдать порядок» или «приучите детей прибирать за собой». Вот это такие, знаете, слова вообще как бы ни о чем. Я понимаю, что да, нужно их этому приучить, но давайте, если вы советуете мне, то советуйте конкретно. Если что-то из предложенного мне поможет и поможет моему сыну, то я вообще буду просто чрезмерно благодарна вам за это. Ну и вот здесь Макар пришел уже мне на помощь, и, вы знаете, с ним убирать стало гораздо сложнее, потому что когда я одна, я настроилась, например, у меня такой решительный очень настрой обычно, я готова выбросить все по максимуму, все, что сломано, все, что разорвано, все, что там как-то недоделано. В общем, все, на мой взгляд, ненужные вещи. А у детей, конечно же, свое мнение на этот счет, им все нужно оставить. Вот вообще все, от каких-то запчастей до просто малейшего мусора. Но это же может пригодиться. И постоянно вот так вот, когда мы с ним вместе убираемся, возникают какие-то такие вот стычки. Я говорю, зачем? Он говорит, ну вот для того-то. Но потом я ему объясняю, что ты понимаешь, что ты не достанешь потом это повторно, и не будешь это делать, вот то, что тебе сейчас кажется интересным и важным. Ну да, да, там я заброшу там и все, и никогда к этому не вернусь. Вроде в разговорах он потом как бы понимает, но по факту на деле вот получается, что все-все-все нужно. Я все равно, конечно, здесь многое уберу у него из комнаты. Ну тут много вещей, которые случайно тут оказались. Ну то есть принесли из каких-то других комнат дома. Ну просто уберу все на свои места. И там от подарков вот дети очень любят вот эти всякие пакетики, коробочки, какие-то ненужные безделушки. Вот этого тоже, в общем, все, от этого всего избавлюсь. И даже рисунки на окне здесь висят. Я ему, я у него спросила сначала, Макар, они нужны? Давай, может быть, снимем их с окна? Он сказал, да, давай. И пока я тут отвернусь, буду дальше на подоконнике разбирать, он возьмет и приклеит их на стол. Вот обратите потом внимание, не на стол, а на стул, на спинку стула. Я когда увижу, что он их приклеил, я думала, ну все, рисунки повисели, как бы ребенок порадовался, посмотрел, что вот такие красивые он там раскрасил. И как бы на этом его такое, ну как вот, делают же доску, да, почета детям. Вот, наверное, кстати, Макару мне еще стоит такое сделать. А для самой потом обязательно сделаю, чтобы дети видели, и как раз туда можно вешать их вот эти разные творческие работы. Ну, в общем, как-то это их вдохновляет, мотивирует на дальнейшие победы. Ну, и будем мы с ним тут дальше прибираться на столе, потом еще и под столом там сюрприз будет нас ожидать. Ну, вместе, в общем, все уберем сейчас. Да, и на полке. Вот здесь такая картина, конечно, вообще получается ужаснейшая, особенно на камере. Знаете, когда в комнату заходишь, ну, бардак на столе, да, но тут на полу что-то валяется. На полке, на стеллаже тоже тут книжки набросаны. Но когда ставишь камеру, и она вот так вот нацелена как раз на все эти самые грязные, разбросанные места, знаете, это вообще очень тоже мотивирует все побыстрее привести в порядок, потому что зрелище, ну, так себе сразу скажем. Ну, и пока мы тут будем с Макаром убираться, я хотела ответить на вопросы. Очень много вопросов мне задавали именно относительно детей. Ну, вообще, у меня есть тоже видео на канале «Вопрос-ответ». Я там рассказывала некоторые моменты, так что оставлю ссылку в описании. Кто не видел, обязательно переходите, посмотрите, потому что, ну, просмотров там немного, а вопросы повторяются. Так как бы не хочется несколько раз одно и то же освещать. Вот. И спрашивают меня, как маму троих детей, о каких-то сложностях и трудностях в воспитании, ну, вообще в быту. И сегодня, наверное, хотела рассказать как раз о сложностях, с которыми мы сталкиваемся. Ну, если успею, то еще принципы наше воспитание затрону. Ну, вот, и, знаете, сказала про сложности, что-то я так не подготовилась заранее, начинаю думать, и как бы вот больших-то проблем в принципе нет, каких-то таких глобальных сложностей. Для меня, например, сейчас именно относительно детей сложность в том, что я понимаю, что нужно им уделять больше времени и вместе, и поодиночке каждому ребенку, потому что они у нас все разновозрастные, где-то 5 лет в среднем разница между каждым сыном. И, ну, соответственно, интересы немножко отличаются уже у каждого. И нужен подход каждому отдельно. И поэтому, ну, что тут сказать? Проблема, наверное, во времени. Когда вроде бы и время есть, ну, я понимаю, что нет такого понятия, что вообще там, например, именно там мне не хватает времени. Есть просто, наверное, не очень грамотно расставленные приоритеты. Я считаю так. Потому что когда очень нужно, когда очень хочется, то что-то менее важное как бы уходит на второй план, и ты отдаешь предпочтение вот этим вот делам, которые для тебя являются более важными. Поэтому все, наверное, зависит от нас самих. Когда я в хорошем настроении, когда у меня есть желание, вот когда здесь, например, мы сейчас приберем его комнату, я с удовольствием вечером с ним потом перед сном почитаю, посидим мы с ним вдвоем. Ну, как бы я и так каждый вечер, ко всем вечерам захожу. Но обычно, например, это может быть, когда я там тоже устала и хочу спать, это может быть просто там спокойной ночи пожелать, поцеловать перед сном, ну, спинку погладить, допустим. Ну и все там буквально парой предложений перекинуться, как бы, и все. И уйду тоже приводить себя в порядок и отдыхать. А вот после этой уборки, например, мне было так приятно в комнате, так будет чисто, с удовольствием. Я просто посидела с ним. И вот, наверное, порядок меня все-таки успокаивает и настраивает на какое-то нужное русло, я так понимаю. Потому что, когда вокруг хаос, у меня абсолютно нет желания чем-то заниматься, меня начинает все раздражать. Ну, наверное, такие фразы тоже говорить неправильно. Сейчас мне диагнозов наставят. Но на самом деле так оно и есть. Когда вот я захожу в комнату, и тут чистота, вообще я с удовольствием могу с ним чем-то позаниматься, поиграть и хорошо провести время. Вот так вот, скажем. Ну и в наших комнатах это касается то же самое. Сразу появляется какое-то желание что-то делать, готовить. Какое-то творческое настроение просыпается. Что-то хочется и для себя поделать. В общем, как-то порядок, он, наверное, успокаивает меня в этом плане и действительно в нужное русло мою энергию направляет. Так что, возвращаясь опять к вопросу о сложностях, да, о нехватке детям времени, ну, это про свои сложности я говорю, то, наверное, нужно своими руками делать те возможности, ту среду создавать, когда будет приятно эти сложности решать. Ну, для меня, то есть это самой придумать какой-то досуг интересный с детьми и сделать окружающую обстановку такой, чтобы мне приятно было с детьми в ней заниматься, чтобы я ни на что не отвлекалась, ничто не портило мне настроение, так скажем. Ну и вернусь к уборке. Порядок мы с сыном навели, все более-менее разложили на свои места и пыль я протерла все поверхности. И теперь буду мыть пол. Конечно, я всегда пользуюсь своим помощником, каждый раз пытаюсь себе как-то облегчить жизнь. И я не раз показывала, вы регулярно можете видеть в моих видео, да, этот моющий пылесос Тинека. И для еженедельной уборки он подходит просто идеально. То есть у меня нет сегодня задачи там залезть под все кровати и шкафы, выгрызти отовсюду пыль из всех уголков. У меня такая быстрая еженедельная уборка, то есть все разложила на свои места, поменяла постельное белье, обтерла поверхности и влажная уборка пола. Все. И для этих целей он, конечно, подходит идеально. Очень я его люблю, честно, искренне. С его появлением дома стало действительно гораздо чище. И эта чистота просто более легкими усилиями достигается. И вот здесь, смотрите, какой красный дисплей. Он показывает уровень загрязнения. Очень грязно у Макара там под столом. Вот я помыла, помыла, и он начинает потихонечку синеть. Это говорит о том, что там стало уже чисто. Очень удобно. И эксплуатация такая очень интуитивная. Мне кажется, разобраться вообще с легкостью сможет абсолютно каждый. Единственный момент, который меня сейчас не устраивает, это то, что он у меня один, а этажей у нас в доме несколько. И база у него стоит на первом этаже. Конечно, мне приходится его периодически так вот по лестницам туда-сюда носить на базу, ну, чтобы там он помылся потом. Так что, не знаю, если бы, конечно, на каждом этаже был такой помощник, ну, или аналогичный, было бы просто очень удобно. Ну, и перехожу я в комнату старшего сына. Я очень рада, что большого бардака у него здесь нет. Он уже может как-то себя собрать, если нужно, и навести порядок. Ну, тоже тут для него, конечно, нужна определенная мотивация, когда ему что-то нужно или куда-то нужно. Ну, хоть как. Все мы люди, и всем нам нужна мотивация. Так что, меняю постельное белье. Все, буду застилать кровать, новый комплект у него, но об этом чуть попозже расскажу. А пока вернусь к сложностям с детьми. Так что, с моей стороны, я вот отметила только, наверное, то, что я понимаю, что им нужно каждому больше уделять времени. Но я надеюсь, что Савва чуть-чуть подрастет, и у меня как-то попроще будет с этим. Именно о индивидуальном времени каждому ребенку я сейчас говорю. Ну, и второй момент, наверное, который я отмечу, это между старшими парнями какая-то неревность, а, не знаю, в общем, задирают они постоянно друг друга, пытаются друг другу что-то доказать, как-то задеть. И, конечно, это все сказывается на их поведении. Один тут начинает ворчать, другой кричать и еще что-то. Постоянно какие-то стычки у них, такие небольшие ссоры. Вот с младшим ребенком оба они как-то хорошо себя ведут, всегда спокойно и все сладко-гладко. А вот между собой, старший и средний, вот пока вот какие-то вечные такие вот конфликты у них возникают. Ну, вернусь к покупкам. Новый комплект постельного белья и одеяла для старшего заказала на любимом Васильке. Еще заказала вот такое постельное белье. Его взяла в подарок. Это ткань Перкаль. Очень мне нравится этот вид тканей. Спокойная такая расцветка. Распаковывать не буду, но потому что буду дарить. Картинку вам прикреплю. И для среднего сына в этот раз заказала две пижамки. Взяла уже размер побольше. Это Рост 134, фирма Бонита. Ткани Интерлок. Мне в последнее время больше нравится эта ткань, чем кулирка. Она поплотнее. Пижамки в принципе одинаковые сделаны. Рассветка только разная. На воротничке тут пуговки, манжетики на рукавчиков, штанишки на резиночках. Она не широкая такая, очень удобная, не перекручивается. И внизу на штанишках манжеты. Сделаны из другой ткани, правда, нежели сама пижамка. Но так в принципе все подобрано в цвет. Так что нас вполне устроили. Все покупки эти были из любимого Василька. Ссылочки оставлю внизу в описании. Ну и у старшего сына у меня тут не такой большой беспорядок. Так что проведу сейчас влажную уборку. Но кое-что тут уберу на свои места. И тоже буду мыть пол и закругляться потом уже с уборкой. И опять вернусь значит к сложностям в процессе воспитания детей. В принципе, больших таких сложностей нет. Я уже не раз сказала, наверное. Так что не знаю. Мне кажется, здесь важнее какие-то такие принципы для себя родительские установить и им следовать. Честно, мне кажется, очень важно не требовать от детей много и не возлагать каких-то не сбывшихся своих надежд, мечт именно на детей. Что они... Вот я там, например, не стала знаменитым музыкантом. Пусть мои дети так будут или вот папы любят тоже. Вот меня родители не отдали там, например, на такой-то вид спорта. Я обязательно своего сына отдам. Ну, в общем, дети — это отдельная личность и у них могут быть абсолютно иные интересы и желания. И, конечно, надо это учитывать, а не как бы не продолжать в них себя, так скажем. Ещё я вот давно где-то читала, хорошо запомнила, что нужно хвалить ребёнка обычно за что-то, то есть не говорить ему просто так, вот ты там самый-самый, ты самый умный, ты самый красивый, самый смелый, там нужно быть объективным, например, ну, конкретизировать свою похвалу. Ты так хорошо построил там такую высокую пирамидку, у тебя так классно получилось. Ой, ты так замечательно прибрал свою комнату или я так рада, что ты там на лыжах съехал там откуда-нибудь с какой-нибудь высокой горы. В общем, вот так хвалить ребёнка, потому что, если говорить ему просто ты самый-самый, ты самый лучший, это рождает как бы перфекционизм, а перфекционисты, они, ну, люди как бы поверхностные исполнители, так вот их обычно называют. А если, например, конкретизировать, да, и хвалить за достижения, то тут уже у ребёнка такой спортивный интерес проявляется и тяга именно к достижению. Достигаторы, они обычно, ну, лидеры по жизни. Папа! Папа! Где папа? Так, пошли, папа. Пап! И ещё я считаю, что важно, наверное, давать детям какую-то самостоятельность, независимость, может быть, в чём-то. Конечно, определённо должны быть правила, и родители должны быть последовательны, то есть, если, например, я сегодня сказала, что это нельзя, да, а завтра там папа пришёл и говорит, нет, почему нельзя, пожалуйста, можно, да, ну, есть, конечно, исключения из правил, но в целом, я считаю, что родители должны как бы одинаково на какие-то определённые точки зрения смотреть, но я считаю, что не должно быть такого, например, что здесь папа за что-то ругает, а мама в это время там его, например, жалеет, да, то есть, если это какой-то там плохой поступок, кто-то провинился, да, ну, значит, вот это действительно плохой поступок, а если что-то, например, можно, и дозволительно, это дозволяется обоими родителями. Зарядка началась. Зарядка началась. Автоопределение, следует ли запускать цикл собачек. Запустите процесс самоочистки. Очистка роликов нет. Ну, я закончила уже уборку в обеих комнатах и буду чистить пылесос. Наверное, никогда я вам этого не показывала, но столько тут грязи и вода такая вся мутная, но зато сразу понятно, что все это было раньше в комнате, на полу, а теперь там чисто. и промою, конечно, все фильтры, колбы, но такая-то быстрая манипуляция, затраченные усилия определенно стоят полученного результата. И потом пройдусь быстренько по раковине после всей этой процедуры. Нужно ее тоже сполоснуть. Ну и возвращаясь к теме сегодняшнего обсуждения про сложности и принципы воспитания детей, наверное, как заключительный такой момент хочется сказать все-таки, что хорошо вот так вот рассуждать и думать, что правильно, а что неправильно, как нужно. Но в любом случае, я считаю, что нужно начинать с себя, потому что дети, они же не дураки, простите уж, они ведь все впитывают, они все понимают, они очень тонко чувствуют и все видят. И если мама говорит надень шапку, в 20-ти градусный мороз ребенку, а сама уходит с мокрой, с голой головой, по-моему, это все бессмысленно. В общем, я считаю, что только своим примером мы детям показываем. Ну и, конечно, какие-то наши такие вот недочеты, где-то наши недосмотры, недоработки мы тоже видим. Я абсолютно адекватна и к себе, и к своим детям, и все это прекрасно понимаю, причинно-следственные связи, почему здесь так, почему там немножечко не так. Ну, ладно, главное тоже, наверное, на идеале не зацикливаться так, чтобы все было в гармонии. Ну, а я с вами на этом буду прощаться. Очень надеюсь, что видео было для вас полезным. Обязательно пишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за просмотр. Увидимся совсем скоро. Всем до встречи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok